Активисты Тонского и ДжТУ Гузского районов Иссык-Кульской области вот уже полгода обращаются в различные инстанции с жалобами на то, что кумтору решением суда запретили выплачивать деньги на нужды Иссык-Кульского региона. В том числе было вынуждено приостановлено финансирование ряда социальных проектов. К примеру, горнорудный гигант не может помогать инвалидам и детям из малоимущих семей. Подробности далее в сюжете. 3 июня 2016 года межрайона суд Бишкека, рассмотрев иск госагентства по охране окружающей среды к золотодобывающей компании, своим постановлением запретил использование части активов кумтора. Судебное решение коснулось и тех счетов, с которых шли выплаты на благотворительные цели по программе устойчивого развития региона. К примеру, на деньги кумтора осуществлялся и ряд инфраструктурных проектов Иссык-Кульской области. Там собирались построить мини-футбольное поле, решить вопросы с некоторыми дорогами, а также помочь малоимущим семьям. Компания Кумтор ежегодно выделяет более 2 миллионов долларов в свой отдел устойчивого развития. И за счет этих денежных средств они на сегодняшний день помогают социально нуждающимся слоям населения в наших районах. Когда финансирование остановилось, по словам местного активиста Мерланы Ширкулова, представители Итонского и Джитоугусского района попытались достучаться до множества инстанций. Писали письма и в Джокруккинеш, и в правительство, и в госагентство по охране окружающей среды. Но ответа получить не удалось. Чиновники жалобы проигнорировали. Администрация, молодежный сектор, все обращаются с письмами, с просьбами в рамках нашего закона, получается, чтобы на сегодняшний день не дестабилизировать ситуацию, так и так, как она уже на сегодняшний день обрела политический характер вокруг этой компании. Правда, как отметили на встрече с журналистами представители Джитоугусского и Тонского района, они все же надеются, что письма просто не дошли до самого верха, и власти не в курсе, насколько сильно пострадали простые жители области из-за экологического иска. Не знаю, что тут, что за политика идет, не знаю. А мы, народ, весь район просим нашего правительства, чтобы помогали, чтобы это решили. А никакого ответа нету. Народ просят. В первую очередь, исекульцы просят помощи для социально незащищенных жителей, которых регулярно поддерживал Кумтор. К примеру, лишилось финансирования общества инвалидов Джитоугусского района. Главным меценатом для Джитоугусского района, именно для инвалидов, на сегодняшний день является Кумтор Компани. К сожалению, из-за решения суда в этом году со стороны Кумтора уже остановлена поддержка. Также в числении реализованных проектов программы по поддержке малого и среднего бизнеса, по развитию сельского хозяйства. Остались без финансовой поддержки многие спортсмены области. Не проводятся здравительные мероприятия. И что более удручает, в этом году компания не может сделать подарки для сирот и детей из малоимущих семей к новогоднему празднику. Здесь есть хорошая новость, что в этом году, несмотря на то, что компания во исполнение решения суда не может выделять какие-то деньги, наши сотрудники, кумторовцы, сами вот сейчас собирают деньги. И мы уже собрали деньги на где-то 750 подарков. Правда, проблему замороженных полутора миллионов долларов это не решит. Не получится на деньги сотрудников и построить дороги и мосты столь необходимой области. Впрочем, активисты надеются, что чиновники повернутся лицом к простому народу и положительно решат проблему. Ведь страдает от нее совсем не кумтор, а простые жители, которые искренне не понимают, как связана социальная ответственность компании с иском государственных защитников природы.